Я могу делать маваш И не только Я занимаюсь карате около 7 лет У меня большое количество достижений За все достижения я благодарна своим тренерам До того, как я начала заниматься карате Я занималась очень многими видами спорта Занималась танцами, спортивной гимнастикой Но все это мне не нравилось И где-то через год я бросала Потом в первый раз папа привел меня на карате И мне очень понравилось Изначально на карате я пошла из-за того, что меня обижали в школе Когда я пошла на карате, я несколько раз сумела постоять за себя Когда меня снова обижали И после этого я стала более спокойной и уверенной в себе У меня спорт на первом месте Поэтому иногда у меня бывает отставание об учебе Но я пытаюсь заполнить эти пропуски О свободном времени не может быть и речи Поэтому я успеваю только покушать и поспать На данный момент это все мои медали А самые значимые для меня соревнования и медали висят у меня на груди Эти медали я выиграла на всероссийских юношеских соревнованиях в Анапе Во-первых, место А вот эти две медали, это были соревнования около двух недель назад Это были краевые соревнования в городе Ставрополье Первое и второе место Всего в карате существует 9 поясов Начиная с белого и заканчивая черным Сейчас у меня коричневый пояс Я сдаю на пояса каждый год Для черного пояса у меня осталось 3 пояса И они все коричневые Это происходит потому, что Первый пояс это светло-коричневый пояс Третий пояс это обычный коричневый пояс И третий пояс это последний Это темно-коричневый пояс И после этого пояса человек стоит на черный пояс Сейчас у меня светло-коричневый пояс В свободное время, когда мне удается не только покушать и поспать, я очень люблю читать книжки. Мой любимый жанр – фантастика. А еще я частенько пишу песни. Ну, как пишу песни? Я пишу стихи, а потом из интернета я подбираю музыку под них. В будущем я хочу стать тренером, хочу обучать детей и взрослых. Также я хочу попасть на соревнования высшего класса, занимать там призовые места. Я буду все делать для того, чтобы у меня это получилось. Софью знаю с маленького возраста. С первой тренировки она меня очень удивила, потому что всегда она была очень трудолюбивым ребенком. Очень исполнительным, очень ответственным. Всегда ко всем моим замечаниям относится очень внимательно. И свои первые успехи благодаря этому она показала очень-очень рано. Софья у меня занимается второй год. Я тренирую сборников. После того, как она уже неоднократно выигрывала краевые соревнования, ее включили в состав сборной команды Ставропольского края. В этом году, в сентябре, она показала уже хороший результат. Мы выезжали в город Анапу на традиционные всероссийские соревнования. Большие соревнования. Было около 50 регионов России. Она заняла два первых места. Однако детско-юношеская спортивная школа не только научит ваших ребят постоять за себя в случае опасности, поможет им показать себя на соревнованиях высокого уровня и воспитает из них профессиональных каратистов, сдавших нормативы на все 9 поясов – от желтого и до черного пояса. Кроме занятий каратэ, в обязательной программе есть другие виды спорта. Наши дети занимаются один раз в неделю плаванием. Здесь развивается бокс, рукопашный бой, дзюдо, самбо, легкая атлетика, бадминтон. То есть очень много разных видов спорта. И ребята все, в принципе, занимаются как своим любимым и выбранным видом спорта, так и имеют возможность заниматься параллельно, ну, еще каким-то видом спорта для общего развития. Я приглашаю детей, кто хочет, скажем, вести здоровый образ жизни, укрепить свое тело, укрепить свой дух, приходить заниматься в спортивную школу, выбрать себе вид спорта по душе, по характеру, чтобы вам нравилось. Ну и каждый получил тот результат, который он мечтает получить. Редактор субтитров А.Семкин